Друзья, если вы интересуетесь историей, а особенно историей своей семьи, не бойтесь обращаться к специалистам. Тем более, что сегодня все архивные материалы доступны в интернете. И у нас в гостях в студии Утро ТВ Илья Димаков, специалист Государственного архива административных органов Твердловской области. Доброе утро. Илья, прежде всего, позвольте мне поздравить вас с прошедшим вчера днем архивов Российской Федерации. Спасибо большое. Очень рад. Спасибо большое. Ну, давайте теперь вернемся к вашей нелегкой и такой нужной работе. Сколько вообще архивов существует у нас в области? И вообще? Ну, в нашей области существует шесть государственных архивов. Это у нас самый главный, наверное, архив, государственный архив Свердловской области. Навайняр-17, всем известный архив. Там документы у нас дореволюционные. В основном, очень много революционных документов, начиная с 18 века. То есть 17-18 век, документы династии Демидовых, очень многих заводчиков на Урале, многие писатели, мамин соберят, другие писатели. Есть партийный архив, бывший партийный архив, сейчас центр документации общественной организации. Там документы партийных лидеров, в том числе Ельцина, Брежнева, других партийных лидеров. Документы личных коллекций граждан, режиссеров, артистов, художников. Все это в том архиве хранится. Есть документы, есть архив по личному составу, то есть документы организаций, которые были ликвидированы. Там документы о зарплате хранятся, о стажах работы. Есть государственный архив в Вербите и в Краснофимске. Там состав документов похож на ГАСО. То есть документы, касающиеся тех регионов, то есть западного региона и восточных регионов нашей области. И в нашем архиве, в котором я работаю, Государственный архив административных органов Саратовской области, Ленин 34, не далеко от вас, но площадь туда. У нас хранятся документы репрессированных граждан, жителей нашей области. И документы военкоматов, документы бывших советских военнопленных, документы реэмигрантов из Харбина, из Шанхая, из Китая, перебежчиков из стран Западной Европы. То есть документов у нас очень много. Также хранятся документы судов, прокуратур, но не сами уголовные дела, как многие думают, а распределительные документации, приказы по общим вопросам. То есть по такому плану документы в нашем архиве хранятся. Спасибо. Еще в каждом муниципальном образовании есть муниципальный архив. В каждом муниципальном образовании нашей области. То есть есть министные архивы, есть также архивы во всех организациях. То есть 10 марта – это праздник всех архивистов Российской Федерации. Илья, расскажите, в каком виде, в каком формате хранится информация? Это бумажный носитель? Да, у нас документы на бумажной основе – это, конечно, основной вид документов. И документы, как я уже говорил, есть и 17 века, и 16 веков. Но в нашем архиве в основном документы 20 века. То есть документы – это архивы следственных дел в отношении репеттированных, и документы военкоматов. Но тоже на бумажной основе в основном. Но в последнее время стали комплектоваться документы на аудио и фоно-виде основе. То есть фоно-аудио-виде документы. Скажите, Илья, давайте конкретный пример, как можно найти архивную информацию. Это очень важно для многих семей. Мы не хотим быть Иванами родства непомнящими, но давайте со мной. Мой дед, я о нем не очень много знаю, оказался во время войны в 1944 году в Свердловске, уже будучи без ноги. Я знаю фамилию и имя отчества, даже не помню год рождения. Могу уточнить, но сейчас не знаю, какой алгоритм действий, чтобы мне о нем узнать. Ну, ваш дед был участником Великой Отечественной войны, я понял, да? Нужно начать с того, с момента призыва, с каким военкоматом, в какой области Российской Федерации он призывался на фронт. Возможно, вы сказали уже, да, это он из Ленинградской области, да? Ленинградская область, да. То есть, есть Ленинградский областной военкомат, военкомат в Ленинградской области, то есть вы туда сделаете запрос, указав полные данные человеке, фамилии, имя отчества, год рождения, ну, место проживания, то есть, что вы о нем знаете. Возможно, ну, и в дальнейшую судьбу после того, как он стал инверидным, возможно, да. Если он остался, вот вы сказали, что он учтился на территории Свердловской области, да, после войны, возможно, он был в госпитале в нашей области, возможно, да. У нас есть фонды военно-госпиталей, это, я думаю, в Государственном архиве Свердловской области тоже есть документы госпиталей. Но у нас еще есть архив, также находится архив военно-медицинских документов. Это документ, документ о побивании в госпиталях, это находится в Петербурге, в период в Пелозаретном, документы о истории болезни, о соседении о госпиталях, о том, где в каких госпиталях человек находился в годы войны. Туда тоже можно сделать запрос в писемном виде, у них нет электронной почты, у них только в писемном виде запросы делается. Есть Подольский архив, центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Часть информации он на своих сайтах уже выложил, ОБД-мемориал, подвиг народа, на сайте подвиг народа информация о наградах. То есть наградные листы участников войны все там выложены, но не все еще, но будут выкладываться постоянно. Есть еще сайт память народа, то есть это три сайта о Великой Отечественной войне. В нашем архиве можно узнать информацию, в некоторых военкоматах нашей области сдали документы о ранениях, о демобилизации. То есть конкретно узнать, в каком военкомате человек стал на учет после ранения, после того, как он стал инвалидом, это можно тоже в нашем архиве узнать. Но не во всех военкоматах. Илья, вы нам рассказали такой сложный по идее алгоритм, а сколько по времени вообще длится сбор этих документов? Ну хотя бы пример. Ну смотрите сами, вот допустим, вы сегодня написали письмо, запрос. У нас, во-первых, есть форма запросов через портал госуслуг. Можно сделать... Очень важно. Много функциональных услуг, много функциональных центров, запросов в архивную службу СССР можно подать. Через сайты архивов, через по электронной почте, в письменном виде, личный прием граждан. То есть виды... было бы от вас желание узнать историю своей семьи. А конечно, самое главное, знать имя, отчество, фамилию. Бывает, иногда, бывает просто запрос слепой, пишут, найдите информацию об Иванове Ивана Ивановича. Вот, к примеру, к сожалению, таких запросов очень много. Очень редкая в России фамилия, я вам скажу. Да, люди очень, к сожалению, плохо знают историю своих родных и близких, и они думают, что у нас все есть. У нас, как бы, пришел запрос, мы нажали кнопочку, и сразу вышла вся информация об этом человеке. Ну, вы понимаете, что это очень... это не так, что, во-первых, надо, чтобы была информация, нужно знать, во-первых, надо всю систему, ну, справочный аппарат создавать, то есть база данных, каталоги, фотокаталоги, систематические каталоги, электронные каталоги. То есть у нас очень много информации, и нужно систематизировать. А если человек сам не знает о том, что он ищет, конечно, сложно ему помочь. Хорошо, а вот скажите, то есть через сайт, в принципе, понятно, достаточно легко какую-то информацию получить, то есть первый шаг мы сможем сделать. Если нет интернета, вот решил человек узнать историю своей семьи... Извините, бабушка в Серове вот сейчас нас смотрит и говорит, ой, я так хочу узнать судьбу моего брата. Да, вот куда ей обратиться, к каким специалистам прийти? Ну, я думаю, в Серове тоже есть многофункциональный центр, и она может подойти в этот центр, написать заявление, ей помогут специалисты оформить его, отправить уже, попадет уже в нашу архивную службу. И, конечно, самое главное, чтобы она знала какие-то сведения от человека. Допустим, он был репрессивным, как понимаете, Серов, Серовский район, Надежинский район раньше, это край раскулаченных годов, и с этой годы это слишком много было раскулаченных людей со всей страны, направлялись на работу, бывшие кулаки, очень много было перебежчиков, в том числе были перебежчики из стран Западной Европы, они переходили границу нелегально в поисках работы, их направили на Урал, на Уралмаш, на Уралмаш, Каменск-Уральский, город Каменск, да, еще был учитель Минской области, Ниждагил, Надеждинск, другие города, они строили заводы, осваивали лесную промышленность, сработали в лесной отрасли, и информация об этом тоже есть, и в нашем архиве, и в других архивных учреждениях, потому что, и, в принципе, я считаю, что профессия архивиста в настоящее время это одна из самых важнейших, хотя, может быть, многие, конечно, не согласятся с этим, но архивисты, они владеют информацией, потому что архивы есть, архивы есть и ЗАГСов, архивы МВД, архивы ГУФСИН, то есть везде есть архивная информация, и... Архивы пронизывают нашу жизнь, я правильно понимаю? Вся история России, она хранится в архивах, то есть самая главная наша задача в настоящее время это ее сохранить. Спасибо большое, у нас в гостях был Илья Димаков, специалист государственного архива административных органов Свердловской области. А мы продолжаем нашу программу, и группа Дигли Докс готова поднять вам настроение о своем ракобиле. Оставайтесь с нами.